Добрый день всем. Моя жизнь протекает в двух плоскостях. Первая плоскость, это то, что я читаю иногда в комментариях у себя. Хотя, в очередной раз хочу сказать, что все-таки как-то удалось дистиллировать среду, и упор гораздо меньше. Набеги все-таки случаются. Да, сейчас об этом поговорим. И вторая жизнь, это каждый раз, когда мы либо выезжаем в Европу с моей группой, либо после экскурсии сидим где-то там в кафе. И вот там, допустим, Лена моя там, центровая помощница, у которой все прекрасно чувствует юмора. Она делает гениальные мемчики. И открывает какую-нибудь очередную публикацию, начинает тихо ухахатываться над тем, что она там читает. Видите, почему Павел Перец так плохо знает ситуацию в России и делает неадекватные выводы? Потому, что он либо в комментариях пребывает, либо в Европах. А в России он не бывает. Поэтому его суждения о нашей действительности не релевантны. Это тоже мне очень часто пишут. Съездите, посмотрите, как глубинка живет. Ну, съездите... Не читая комментарии. Съездите, посмотрите мои видео из глубинки. Обычно я отвечаю. И очень часто... Вот в последнее время опять как-то... Сначала был Монферранд против рептилоидов. И у меня был выпуск отдельный про закопанные дома я в Москве снимал. И у меня был выпуск отдельно про там товарища Кунгурова и все вот это все братья. Марксисты донимают тебя до сих пор. Ты уже и про рептилоидов снял, понимаешь? И про масонов. Я слишком хорошо знаю вас, марксистов, к сожалению, или к счастью, уж не знаю, но... Что все никак отвязаться не хочешь. Я уже отвязался от этого. И вот буквально там недавно было тоже два случая, когда очень так деликатно, но вот чувствую, что не хотят прослыть как бы... Ну да, но тем не менее спрашивали. Тут как-то американцы к тебе подползают и начинают там про Екатерину Вторую пытаться там и лошадок как-то вопросы задавать так издалека. Вот здесь та же, да, там про эти тоже закопанные дома, подмену Петра и так далее. И я так понимаю, что это все-таки бацилла, она вот витает где-то в воздухе и происходит периодически какая-то активизация. Самое удивительное, я бы не поднимал этот вопрос, если бы... Ну, то есть, ты смотришь, человек нормальный абсолютно. И он, в принципе, не скрывает, что он... Что он нормальный. Что он нормальный. Сам-то он, конечно, понимает, что это бред, но где-то у него там в глубине души все-таки вот червь сомнения сидит и тощит его. И как бы все даже... Ну, просто чисто логические выкладки. То есть, ты говоришь, ну, окей, ну, Петр Первый, какой у него был рост? Просто отбросим как бы даже всю бредовую ситуацию. Просто технологически. Давайте подумаем, как это можно сделать. Ну, заменить Петра в 18 веке. То есть, уехал человек, приехал человек. Учитывая, что средний рост по больнице был как бы ниже среднего по нашим меркам и так далее. Это чисто технически очень сложно сделать. Ну, а дальше уже начинаются более широкими мазками объяснения. Так вот, поскольку грядет фестиваль, цифровая история, который будет посвящен фальшивкам... Мифам скорее. Ну, вообще, да. Мифам всевозможным. И мы тоже готовим там один музыкальный релиз. Он будет звучать как... Вот тена, вот тена подменили Путина. Вот буквально через несколько дней его запишем. С Нафисой Рустамовной и с Ваней. Про это Карас. Вот, естественно, к кому мне обращаться, как не к разуму человечества, светочу интернета, как Егору Николаевичу Яковлеву. А в каком ключе ты хочешь... В ключе я хочу рассказать... Подменили ли Путина? Нет, Путина-то понятно. Подменили. Мы-то уж тобой знаем. Мы просто не будем разглашать эту тайну. Все, мы запустили уже. Тем более, мы на подсосе с тобой оба. В студии, в какую, видишь, пребываем. Все неспроста. У тебя же тоже наверняка присутствуют контакты с подобного рода деятелями. Да, конечно. С подобного рода деятелями у меня очень активные контакты происходят. Особенно, когда я разоблачаю какой-то совсем уже шизофренический миф или известную фальшивку после последнего фестиваля, где я читал лекцию про литературные подделки. Очень много было комментариев. Очень болезненно часть аудитории воспринимает информацию о том, что Велесова книга – это подделка. И также очень болезненно воспринимается информация о том, что протоколы сионских мудрецов – это подделка. То есть, как я, в общем, говорил в своей лекции, подделка становится успешной тогда, когда она падает в уже удобренную благодатную почву. То есть, существует некая травма или кризис, в общем, какая-то болезненная потребность, социальный заказ определенной общественной группы на подтверждение некой мифологемы, некого политического или социального мифа. Часто это миф с какой-то ущемленной национальности. И не случайно многие политические и литературные подделки удовлетворяли запрос какой-то национальной группы на великое прошлое. Вот в своей лекции я рассказывал, например, про поддельный памятник свод древнебулгарских летописей под названием Джакфар Тарихи, который, мне говорили, весьма популярен среди татарских националистов. Хотя вот после того, как лекция вышла, наши друзья из Татарстана пишут, что они про это узнали, собственно, из лекции, но потом поинтересовались, и у них волосы, думаю, встали. И кровавые слезы из глаз полились. Вот этот вот памятник, он удовлетворяет как раз запрос на великое прошлое. Оказывается, булгары не исчезли, оказывается. Булгары продолжали свое существование под именем, собственно, казанских татар. И золотая орда, и казанское ханство – это полнейшие фальсификации исторические, сделанные русскими. На самом деле продолжала существовать вукшская Булгария, Великая Булгария, которая была одним из крупнейших и средневековой Европы. И, собственно, Киев-то был основан именно булгарами, и в XIX-X веке киевские князья платили дань Великой Булгарии. Вот такая вот история. Они входят в клинч, конечно, основой историографической традиции современной украинской. Конечно. Любая националистическая идеология антирусская, она входит в клинч современной украинской традиции. Потому, что претендентов довольно много на решающую роль в становлении русского государства. Слушай, а я вот неожиданно хотел бы разговор повернуть. А вот смотри, если бы мы сейчас с тобой были бы такими политтехнологами, которые подкованы в каких-то исторических процессах и медийных войнах... А вот сейчас есть какой-то запрос на такую мифологему? Конечно. Конечно. Более того, мы видим появление фальшивок. Самых разнообразных фальшивок уже в наше время. Такого популистского, наверное. Да. У каждой социальной группы есть запрос на мифологемы. Ну, например, если бы мы с тобой придумали фальшивку. Например, о том, что в 1915 году Российская Академия Наук предоставила Николаю второму доклад о возможности полета в космос. И о том, что космический корабль же фактически сконструирован. И какой-нибудь поручик, ну, допустим, Селезнев или Петров уже проходит обучение для того, чтобы полететь в космос, а Николай I начертал бы на этом докладе «поехали», то нашлась бы категория людей, которая бы в это поверила. И в скором времени в интернете мы бы увидели большие споры, треды на несколько тысяч комментариев о том, что вот еще при царе-батюшке на самом деле. И, возможно, даже нашлись бы люди, которые бы развили эту мысль и уверяли бы нас, что полет состоялся. И вовсе не советский Гагарин, а русский имперский Гагарин, допустим. И нашлась бы его правнучка. Князь Гагарин. Нашлась бы его правнучка, которая лично видела, как он приземлился на Марсовом поле 1 января 1917 года, пока все остальные праздновали Новый год. Вот. То есть, вполне возможно. Такой запрос есть. Запрос на имперскость, запрос на реабилитацию. С другой стороны, существует явно запрос на реабилитацию всего советского. Поскольку советское подвергается шельманию, советское подвергается охаиванию, осмеиванию, то точно так же можно и любое советское возвысить путем фальсификации. И приписать... Айфон, например. Придуманное в СССР. Да. Придуманное айфона. Айфона в СССР. То же самое. Доклад Сталину. Сталин с айфоном. Сталин в это время ел яблоко. Да, да. Такое теоретическим могло бы зайти. А как мы его назовем? А назовите его яблоко. А у нас есть еще третья общественная группа, которая также готова верить любой фальшивке. Это либеральная группа, у которой вечная травма, и которая вечное ищет. Ну, поскольку, так сказать, у имперской группы и у советской группы у них есть высокие образцы достижения, у либеральной группы с этим проблема. У них высокие образцы достижения, как правило, заокеанские. Заокеанские, заокеанские. Но есть и свое. То есть, мы не будем лукавить. Ну, можно зайти дальше. Я, кстати, разобрал мультфильм, который показывают посетителям Гельцин-центра. Это тоже интересный момент. Я недавно высказал такую мысль. Я хочу ее развить в своей следующей книге. О том, что существует историческая наука, но она обывателю практически неизвестна. Интересуется научной периодикой. И в общественном сознании воюют исторические нарративы. Ну, это то, с чего мы когда-то вообще начинали с собой разговор много лет назад. Да. Ну, не много лет назад. Много лет назад мы с тобой не с этого начали. Когда мы начинали снимать это все на мою гоупрошечку. Воюют исторические нарративы. И у разных общественных групп эти исторические нарративы Версия истории, которую показывает Ельцин-центре, ее можно вкратце описать так. Россия была страной тирании и деспотизма на протяжении своей вековой истории. Демократия и ее слабые ростки всегда проигрывали деспотии. До тех пор, пока не появился он. Это в каком-то смысле приложение библейское, что все было плохо. Пришел спаситель. И в данном случае в роли спасителя выступает Борис Николаевич Ельцин. Конечно, людям, которые жили в эту эпоху, это может и должно показаться смешным и кажется смешным, безусловно. Но вот там такой нарратив, там все отточено, что были задавленные ростки народовластия в Новгороде, в Пскове. Вече было уничтожено. Царился деспотизм. Петр I перенял внешние атрибуты, но состался тираном. Екатерина II продолжила эту тираническую традицию. И Александр I, и все остальные монархи. А потом пришел еще более худший режим. Наступил еще более худший режим. И Ленин. И Сталин. Все были тираны. Тираны. Никакого народовластия в стране не было. И вот появился Ельцин. И это был первый человек, который поделился властью с народом. Я там разбираю, как это с точки зрения научной истории. Как это выглядит. Выглядит это, конечно, абсурдно. Но вот такой исторический миф, сотканный из... Но я тебе хочу сказать, что там это еще дополняется. Ты же не был, да? Я посмотрел этот мультфильм. Мультфильм, да. А там просто, когда еще выходишь, там есть такие... Я не знаю, есть ли они сейчас. Но когда я... Там были такие тумбы еще. Такие прямоугольные тумбы. Интерактивные. И на них изображаются различные известные люди. Я помню, там, Агутин. Какие-то телеведущие. Ну, такие, в смысле, реально медийные личности. И они говорят как раз про 90-е. Что они... Вот так они не делают. Но они своей как бы речью показывают, что вот насколько это было важно лично для них. Вот это все. И это все идет в пандан как раз к этому мультфильму. То есть, вот пришел он. Ну... Я понимаю, да. С точки зрения воздействия на твое восприятие там... Ну, я еще раз говорю. Как медийщик. Вообще пять баллов тем, кто это делал. Вот просто все очень продуманно. Ты туда заходишь. И ты выходишь реально с мыслью о том, что... Ну, есть публика. Есть публика. Ну, я не знаю. Я-то, наверное, не выйду оттуда. Я вот этот мультфильм посмотрел. С другими мыслями. Честно говоря. Паша. А ты да. Ну, я тебе хочу сказать, что даже я. Даже я со своими, так сказать, предательскими либеральными подлыми мыслишками, конечно, выкатился оттуда. Я был очарован, еще раз хочу сказать, технологической стороной процесса. Но идеологическая подоплека меня крайне поразила. Потому, что, действительно, Борис Николаевич, он на белом коне. Такой спаситель. Действительно спаситель. Спаситель, правда, я думаю, пьяный с трапа не падал. Что-то мне подсказывает. Но ему позволено. Ну, слава богу, что в этом мы сходимся с тобой. Ну, это один вариант такого мифа. Извини, я еще буквально пять копеек... Я думаю, что это все-таки еще обусловлено тем, что, конечно, для конкретно Екатеринбурга... Ельцин это некая такая персона... Этот миф, он не екатеринбургский. Он просто реализован в этом городе. А он, конечно... Это вообще не привязано к определенной географии. Это привязано именно к убеждениям. Это да. Прикол-то в чем. На одном берегу... Сейчас кого-то опять оскорблю. Я не знаю. Екатеринбургский кокос. Это все называется. Это озеро, пруд. Боюсь назвать. Море. Может быть. Океан. С одной стороны этого океана Ельцин центр. С другой стороны, условно говоря, храм. И там памятник Николая второму. Эта императрица Александра Федоровна. Которая странно по-стареобрядски крестится. То есть, это все прямо единое целое такое. Я к чему? К тому, что есть такой миф нарративный. Он находится... Он отвечает убеждениям людей. И на этот миф можно привить любую фальшивку. Любую фальшивку. Люди будут готовы ей верить. Особенно сейчас. Потому, что вот сейчас этот миф не особенно востребован. В масштабах нашей страны. То есть, он вызывает отторжение. И группа, которая этот миф разделяет, она чувствует себя в некотором смысле ущемленной. Сейчас вышел фильм. Интересная, кстати, деталь. Вышел фильм «Союз спасения». Я на эту тему записал отдельный ролик. Со своим впечатлением. Просто я не специалист по декабристам. Вот мое впечатление. Я изложил. Но интереснее самого фильма та ожесточенная полемика, которая разразилась в Фейсбуке. И в основном инициаторами этой полемики являются носители либерального мировоззрения. Потому, что они в этом фильме усмотрели некую реакцию власти на московские протесты. Протестовать это плохо. И люди, которые протестуют, они ведут только к крови. Они ведут только к потрясениям основ государственности. И главный положительный герой этого фильма – это Николай Первый. Николай Первый, который железной рукой подавляет бунтовщиков. И государство при нем благооденствует. Надо сказать, что фильм очень спорный и неровный. И, с моей точки зрения, он вообще разваливается как художественное произведение. И ближе к концу действительно там вырисовываются какие-то охранительские мотивы. Но все-таки я бы не назвал это пропагандой. То есть, это не броненосец Потемкин современный. Это просто не дотягивает до пропаганды. То есть, кого-то в чем-то убедить этот фильм просто не мог. С моей точки зрения это проходная картина. Там есть интересные решения. Есть хорошие актерские работы. Есть плохие, правда. Есть большие достижения с точки зрения... Круто смотрится, красиво. Все здорово с костюмами, с картинкой. Но со сценарной стороны есть существенные недостатки. Короче, этот фильм не заслуживает той бурной и ожесточенной реакции, которую я наблюдал в Фейсбуке. Там просто какие-то копья ломают. Сегодня вышла программа. Ксения Собчак. Байкот. Байкот. Союз за спасение. Определенная категория граждан даже решила объявить этому фильму бойкот. То есть, это очень странно. Либеральная общественность выступает за бойкот. Просто дело в том, что... Либеральная общественность выступает за бойкот фильма Союз спасения. Потому, что декабристы, как фигуры протеста, показаны с их точки зрения в этом фильме неудачниками и маргиналами. А положительным героем является власть. Дело в том, что я водил экскурсию для Максимова, для продюсера этого фильма еще на заре становления. Я открою страшную тайну. Я водил для него, для его жены, для его дочери. Это, на мой взгляд, абсолютно либеральная тусовка. То есть, он на меня произвел впечатление такого... Как раз больше язык среды. И он как раз на самом деле... И тогда именно сложилось впечатление, что они действительно, учитывая весь предыдущий опыт попадания в лужу со всякими деталями и прочими, они реально хотели, по крайней мере, внешне... Чтобы не докопаться было. Внешне у них и получилось. Внешне проблем нет. Там проблема с трактовкой. Про трактовку мы не могли общаться. И там очень спорно. Потому, что... Особенно в первой половине фильма... Там практически достигнута полифонии. Потому, что там показаны довольно симпатичные декабристы. Главный герой Сергей Муравых Апостол. Которого играет Леонид Бичевин. И, с другой стороны, именно в первой половине фильма Николай I, еще тогда великий князь Николай Павлович, он не выглядит однозначно положительным. То есть, декабристы не выглядят отрицательными, а власть не выглядит положительной в первой половине. Во второй половине фильма это соотношение меняется, на мой взгляд. Но сложно сказать, почему так произошло. Был ли какой-то замысел изначальный? Или просто... Это какие-то сценарные ошибки или режиссерские ошибки. Потому, что в фильме огромное количество персонажей. Туда попытались впихнуть кучу всего. Кучу героев. Кучу событий. И в этом месиве очень сложно расставить акценты. Вот. То есть, там вроде как и декабристы имеют свою правду. Ну, правда, это правда. Звучит не так ярко и не так откровенно, как их оппонент. Можно ли назвать его какой-то новой мифологемой? Там вообще нет никакой мифологемы. Эту историю очень сложно трактовать. Не потому, что она дико талантливая. Многоозначные прочтения могут быть. Именно потому, что она слегка невнятна. Из-за этого. Но вот либеральная наша прослойка, либеральная часть общества, она просто очень болезненно на это реагирует. И даже любой намек она готова это увидеть. Она готова это увидеть в фильме. Даже там, где этого в целом нет. Представляешь, какая интересная ситуация получается. Поскольку у нас сейчас считается, что правительственная верхушка и все, что вокруг. Поскольку она старательно пытается обстрагироваться от всего советского. И идет такое навязывание всяких монархических и промонархических историй. И мне, например, тоже очень часто пишут, что Путин продался либералам. И так далее. И получается, что этот... Ну, мы сейчас, конечно, выражаемся языком больше диванных троллей. Но, тем не менее, этот продавшийся либералам Путин ненавидимый и либералами в том числе. Как все сложно в этом мире. Ну, я продолжу, почему все это рассказывал. Я к тому, что точно такие же нарративные мифы существуют в монархической и государственнической среде. И в советской среде они существуют тоже. Их достаточно легко прививать. Вот есть, например, такой автор Сергей Кремлев. Публицист достаточно талантливый. Который зачем-то изобрел тайные дневники Берии. Зачем-то он изобрел тайные дневники Берии. Причем видно, что... Ну, такая классическая история. Что якобы ему позвонил какой-то человек с отчеством Лаврентьевич. И предложил встретиться. И принес ему эти дневники. И вот он сам не знает, они настоящие или ненастоящие. Но вот очень все достоверно описано. При этом там есть такие... Ну... Уши торчат. В общем. Значит, Сергей Кремлев в своей публицистике... Он достаточно высоко оценивал способности Кремова-Рашилова. Причем не военные, а дипломатические. Он там об этом писал, что Гурашилов... Да, вот он во время Второй мировой войны. Уже Великой Отечественной войны. Он уже не был таким главнокомандующим первого ряда. Но зато играл роль как дипломат. Значит, отмечает его роль на переговорах, в частности, в 1939 году. Как он умело действовал, беседуя с представителями английской и французской военных миссий. Вот. И потом я эту же мысль читаю якобы от имени Лаврентия Павловича Берия. Что Клим Ворошилов-то какой дипломат. То есть, здесь выскакивает совершенно явно авторство самого Кремлева. Зачем он это делает, непонятно. Но есть люди, которые поверили, что это настоящие дневники, и пошли их цитировать. Может, там позвонит кто-нибудь по отчеству Анатольевич и скажет, что не увесит тайные дневники одного его приятеля Владимировича. И мы можем отпустить. Слушай, мне это все напоминает наши игры в собаке ру. Когда мы писали от лица Мадонны. Визит Майкла Джексона. Визит Майкла Джексона. Которая приезжала сюда. И реально находились люди, которые в это верили. Обмануть меня не сложно. Я сам обманываться рад. Найдутся люди. Я допускаю, что это может быть и бизнес. На этом тоже зарабатывают. Про монархистов мы уже сказали. То есть, про полет в космос при царе вполне. Князь Гагарин слетал. И потом коммунисты, боясь разоблачения, решили, что первым космонавтом их советским должен быть человек с той же самой фамилией, что и первый космонавт при царе. Может быть, даже его сын или внук. Ну, хорошо. Ну, допустим, когда ты... Ты же все-таки за научной правдой. Конечно. Хотелось бы верить. Хотелось бы. Но мы выяснили, что мифологемы... Есть они везде. И про Советский Союз, и про Российскую империю. И про нечто какое-то аморфное, что вообще не пойми к чему относится. Ко всему остальному. Но вот сейчас, на твой момент, на твой взгляд, если... Ну, условно говоря, по очкам. В каком из этих направлений перевешивают количество вот этого бреда? Конечно, в антисоветскую. Антисоветскую. Потому, что произошла буржуазная реставрация. И призрак Советского Союза до сих пор пугает новую систему. И существует не только социальный, но и государственный заказ на то, чтобы давить советскую историю. И поэтому мы видим огромное количество антисоветских фальшивок. Собственно, которые мы очень часто здесь разоблачаем в этой студии. Мне кажется, что все равно же очевидно, даже им самим, что все равно в Советском Союзе уже не вернешься. По крайней мере, в том виде, в котором существовало... Такая речь идет не о Советском Союзе как государстве, которое существовало в течение 70 лет. Речь идет об идее, которая никуда не делась. Она никуда не умерла. Она жива. Она крепнет и набирает популярность. То есть, когда мы видим рейтинги Ленина и Сталина, то их популярность постоянно растет. И потом выигрывают даже выборы в регионах представителей определенных партий, которые совершенно не вписываются... Почему популярность Ленина и Сталина растет? Ну, это маркер неудовлетворенности нынешним положением дел. И побеждают те идеи, и таким образом выражаются те запросы, символами которых являются Ленин и Сталина. В первую очередь это социальная справедливость. Это ликвидация чудовищного социального расслоения, которое усиливается в современной России. Превращение образования, например, исключительно в услугу. В услугу. То есть, если в советской системе в главе угла стояло просвещение народа и усовершенствование человека, то сейчас это услуга. И не более того. И из народных недр исходит протест против этого. Символом чего является рост популярности Ленина и Сталина. Соответственно, появляется и ответ. Надо показать, что Ленин и Сталин совсем не такие хорошие люди. И оборотной стороной того, о чем вы говорите, было это, это и это. Хорошо. В данном случае какова может быть грамотная позиция? Потому, что мы же с тобой знаем, что все-таки что-то из этого и было. Смотря о чем мы говорим. Если мы говорим о фальшивках, то конечно нет. Если мы говорим о реальной истории, то да, она не идеальна. Это абсурдно и глупо считать, что 70 лет в нашей стране существовал рай. И ничего плохого там не было. Никаких проблем или эксцессов не было. Было. Конечно было. И мы прямо об этом говорим. Но вопрос в том, какая социальная система справедливая. более справедливая. И более способствует человеческому развитию. Есть ли какие-то критерии для простого обывателя, который, может быть, не обладает таким опытом работы с информацией. Который не обладает таким опытом работы с историческим материалом. Оценки того или иного явления информационного. Будь то фильм, книга, телепередача. Все что угодно. Радиопередача. По каким критериям он может оценить это с точки зрения... Втюхивают ему какой-то миф или говорят о том, что действительно было? Во-первых, источник. Откуда вы про это знаете? То есть, какие источники про это говорят? Это первейший вопрос. То есть, если мы говорим о, допустим, ну скажем, о поведении Сталина в первые дни войны. Есть мифологема, что он спрятался под диван. Да? Даже я такого не слышал. Ну, мифологема о том, что он устранился от управления страной в первые дни войны. Возникает вопрос, откуда вы про это узнали? Как нам это проверить? Дальше мы смотрим журнал посещений Сталина. Видим, что в первые дни он напряжен на работу, потому что в течение суток его посещали самые разные главы ведомств. Высшие военные, военно-морские руководители. Схема, о чем мы не заговорили, но всегда заканчиваем Сталином, работает. То есть, что об этом говорят документы? Причем документация официальная, она всегда приоритетна по отношению к воспоминаниям и дневникам. Потому, что источники личного происхождения подвержены самым разнообразным аберрациям. В основном воспоминания вообще как бы наиболее достоверный источник. Это понятно. Потому, что прошло много времени, и люди пишут по памяти... Наименее достоверные. Наименее достоверные. Как ты сказал, наиболее. Наименее достоверные, да. Дневники, конечно, более достоверные. Но все равно. Потому, что они... Но они субъективные. Субъективные, да. Они выражают взгляд конкретного человека. Иногда дневники пишутся... Вот как я сейчас... Геббельс писал дневники явно для потомства. То есть, он как бы... Да. Люди, которые занимают какие-то высокие посты, они прекрасно понимают... Образованные люди, они прекрасно понимают, что их дневники и они впоследствии станут историческим источником. И с ними будут работать... Могут, во всяком случае, работать биографы, историки, исследователи. И поэтому надо там написать послание. На будущее. Будущий век. Поэтому это все, конечно, надо учитывать. И любой документ надо сличать... А вот помимо источников, может, есть еще какие-то критерии? Потому, что люди сейчас находятся... Вот мы буквально на днях обсуждали тоже с моими экскурсантами. Что сейчас даже просто... Один мне человек рассказал. Я в какой-то момент помню, что я подписан на такое количество вообще контента. На ютюбе даже. И оно плодится. И оно просто растет, как снежный ком. И просто он начал описываться. Потому, что тупо на все время не хватает. Помимо источников, есть еще какие-то критерии, как это выбирать? Если человек обладает какими-то познаниями в эпохи, то есть это сравнение с критическим подходом. Надо в первую очередь задать себе вопрос. Убедительно ли это звучит? А что в этом может быть не так? То есть очень многие такие фейки, мифологемы, они вступают в противоречие с общеизвестными фактами. Ну, вот была такая попытка, она уже, к счастью, забыта, сообщить нам, что во время Великой Отечественной войны погибло не 27 миллионов, а 40 с чем-то там. Я помню это. И что там львиную долю из этого составляют военнослужащие. Мы даже с тобой говорили. Историк Олег Будницкий в свое время сказал очень хорошую фразу, что если это так, откуда виделись ветераны, которых мы до сих пор, дай бог им здоровье, видим. То есть противоречие здравому смыслу. Соответственно, дальше надо понимать откуда, разложите, докажите, откуда взялась ваша цифра. Потому, что здравый смысл, его никто не отрицает. Он никуда не делась. То есть надо задавать вопросы. Надо докапываться до сути. Ну, вот тут, мне кажется, как раз и кроются те подводные камни, которые заключаются в том, что когда человек начнет неподготовленно задавать вопросы, он как раз рано или поздно придет к этой идее. Блин, а может... Ну, вот мне здравый смысл показывает, что вот эту колонну я бы не мог поставить ее. Сейчас мы оба даже с мужиками соберемся, но не сможем эту колонну поставить. Мне кажется, по поводу колонны вообще какая-то патология. Я это вообще не понимаю. То есть как это можно... Ну, блин. Ко мне на лекцию даже приходил чувак, который у меня там пытался что-то доказывать. Я был крайне... Что Исаакиевский собор не мог поставить? Ну, про Александровскую колонну, Исаакиевский собор и прочее. Вот это для меня совсем загадка. То есть я этого совсем не понимаю. Откуда это? Ну, вопрос. Я говорю, ну, хорошо. Окей. Хорошо. Это не Монферран. А кто и как? И он там начинает рассказывать про какие-то, что на самом деле это совершенно другие были технологии. И что она вообще внутри может быть совсем не та, какая снаружи. И так далее. В общем... Я к тому, что здравый смысл тут отсутствует как понятие. Невозможно апеллировать вообще ни к чему. То есть... В любом обществе есть какой-то процент людей, для которых здравый смысл вообще не нужен. Но он не выглядит при этом ни как фрик, ни как... так вполне... Как мысль в глазах. И все. Ну, есть какой-то термин. Я, к сожалению, его забыл. Который обозначает человека, который в одной сфере является высоким профессионалом, а в другой демонстрирует воинствующий дилетантизм. Ну, да. Ничего с этим не поделаешь. Вот. Такое, к сожалению, было. Но ты тут ничего не исправишь. Ну, ладно. Друзья мои. Ну, я надеюсь, что все-таки, конечно, произнесенное нами вот это словосочетание здравый смысл, оно для вас не пустой звук. И вы как-то все-таки будете на этой базе основывать свои суждения в дальнейшем. Ну, и, может быть, настоящий момент. Нам надо, естественно, обязательно сказать про глобальное мероприятие, которое грядет уже не так, кстати... Да, дорогие друзья. Мы приглашаем вас на седьмой уже по счету фестиваль. Цифровая история. Он вновь пойдет в Москве в концертном зале Московского государственного педагогического университета 21 и 22 марта. Как мы с Павлом уже анонсировали, тема фестиваля. Мифы, с которыми пора покончить. Там очень насыщенная программа. Будут как ветераны нашего фестиваля, так и новые спикеры, новые докладчики. Очень интересные. У нас будет кандидат исторических наук Олег Кауров, который расскажет нам про мифы о средневековом рыцарстве. Совсем не рыцари. Называется его доклад. Ольга Саприкина, кандидат исторических наук, которая расскажет нам про мифы о Владе Цепише, графе Дракуле. Вот тоже очень интересный доклад, от которого мы ожидаем очень многого. Наши традиционные докладчики Алексей Валерий Чесаев, Кирилл Борисович Назаренко, Александр Александрович Зданович. Кстати, он разберет мемуары Павла Судоплатова. Вот это, кстати, мне бы крайне интересно было послушать. Это не только тебе. Я думаю, это очень многим интересно будет. Потому, что очень много ссылок на Судоплатова. Встречаешь, конечно. Да. Ну, вот он крупный специалист по истории спецслужбы. Конечно, это будет очень интересно послушать. Борис Григорьевич Кипнис, кстати, про подмену Петра. Про истоки легенды. И про ее бытование. Аллилуйя. То есть, мы не только... Да. Мы поставили с нашим докладчиком задачу не только рассказывать о том, почему это не так. То есть, не только разоблачать мифы, но еще и рассказывать про бытование этого мифа, к чему он приводил. Потому, что вот... Я напомню про короледворскую рукопись. Там битва при Аламоутсе. Упоминается. Не существовавшая никогда эта битва. Она не происходила. И чехи не побеждали. Это татар-монгол. Вот. Но даже уже после разоблачения короледворской рукописи часть общества продолжала верить в эту битву. В победу чехов. И эта битва упоминается, например, в романе Ярослава Гашека про бравого солдата Швейка. И в произведениях Василия Яна. Нашего знаменитого советского исторического писателя. Вот. То есть, информация про битву зажила своей жизнью за пределами фальшивого источника. Поэтому... И точно также очень многие легенды и факты из этих легенд начинают жить своей жизнью и попадают на страницы художественной литературы, публицистики. А иногда даже и историографии. Вот. Это очень интересно. И мы об этом тоже поговорим. У нас ожидается в первый день один супергость из мира кинематографии в феврале. В начале февраля мы назовем его имя. Пока будем держать интригу. Ну, а во второй день мы очень надеемся, что произойдет еще одно эпохальное событие. Мы готовим круглый стол, посвященный мифам вокруг Пакта Молотова-Риббентропа. На этот круглый стол мы пригласили редакцию журнала «Дилетант», его главного редактора Виталия Демарского, а также главного редактора «Радиоэха Москвы» Алексея Венедиктова. Который выступал в Ельцин-центре, кстати, с лекцией про договор о ненападении СССР и Германии. Высказал там несколько спорных тезисов. И вот резиденты наши во главе с Алексеем Валерьевичем Исаевым инициировали такой круглый стол. Мы очень надеемся, что и Алексей Алексеевич, и другие сотрудники «Эхо» и «Дилетанта» найдут возможность к нам прийти и подискутировать по поводу тех событий. Да, обещаем очень вменяемую модерацию. Все будет хорошо. К нам на самом деле ходит почтенная публика. Которая спрашивает про подмену Петра. Она спрашивает очень деликатно, если в личной беседе. Кстати, я хочу на закате сказать, что меня в свое время поразило вопрос о том, как мифы попадают не только в публицистику, но даже... Конечно, по поводу личности Льва Гумилева расходят сомнения, насколько он историк и так далее. Но мы не будем отрицать, что очень серьезное влияние он оказал своими работами на определенную там и общественную мысль и так далее. И вот я у него читаю... Он пытаясь доказать то, что Александр Данилович Менческов был казнократ, что он никоим образом никем не оспаривается, приводит как доказательство тому тот факт, вот эту известную байку, что здание 12 коллегий было поставлено перпендикулярно. Я хочу напомнить... Согласно некой байке Петр I, уезжая неважно куда, сказал Даниловичу, что типа построим здание 12 коллегий, а на освободившейся территории ты можешь построить свой дворец. И он решил, что что строить вдоль набережной, когда можно поперек. И тогда смотрите, сколько места освобождается. Но это понятно, что бред чистой воды. Здание смотрело на формировавшуюся тогда площадь контроля. Должна была быть центральной. Центр города должен был находиться на Российском острове. Даже если погуглите, вы найдете эти картинки. Но вот... Кроме того, между коллегиями и Меньшиковским дворцом еще дворец Петра Хорового. В общем, Гумилев на голову глазу приводит этот факт. Меня это очень сильно поразило. Потому, что, конечно, я начал эту теорию пассионарности. Я так это все туда углубился. И тут тебе такой... Такой подзатыльник. Вот. Поэтому... Да. Даже такое встречается. Хотя опять-таки... Гумилев ни разу не специалист. Петра Хоровской эпохи. Вот. Поэтому... Мне очень нравилось. Тоже... Полемику тоже насчет него я читал. Тоже крайне интересно. Где объясняли, где он и почему он не прав. Вот. Значит... Еще вот у нас, конечно, всякие личные планы. Игорь Николаевич готовит свой туристический сезон. Следите за новостями. Обязательно. Кораблики. Выезды. Я хочу попробовать пешеходную по твоим стопам. Одну тестовую. Она будет называться Герои противники революции. От Дворцовой до Марсового поля. Я думаю, тебе надо вести лимит. Потому, что, мне кажется, к тебе придет 500 человек. Не знаю. Посмотрим. 26 января хотим попробовать тестовый вариант. Если кому-то интересно... Да, конечно, интересно. Я уже давно говорю. Егор, ты можешь сесть на стул на Садовой улице. И рассказывай все, что угодно. И к тебе придет толпа. 15 февраля я буду в Самаре. В Самаре читать лекцию по истории Великой Отечественной войны. И презентовать книгу «Война на уничтожение». В Самару я прилечу первый раз. Поэтому, дорогие друзья, самарцы, кому интересно, приходите. Следующая встреча у нас будет на фестивале. Фестиваль... Мы рассчитываем вывести на совсем новый уровень этот проект. Сейчас в работе сценарий. Очень серьезный. Так что... Будет масса всяких фишечек от нас. Разных. И музыкальных, и интерактивных. Но я на следующий день после Егора 16 февраля вожу в Москве экскурсию. Не хотел вводить экскурсию зимой. Но ко мне пришло 60 человек в январе. Я, честно говоря, сам обалдел. По знаменке там будет. Про РВС. Про Троцкого. Про Жукова. Про все в Москве. И я напоминаю, что как раз по поводу Праги. Поедем в Прагу весной 2021 года. В октябре мы едем в Вену. Ну, и также планируются туры в Берлин, Париж и Нижний Новгород. А 2-го, 4-го мая у меня мой личный тур в Петербурге. Я его провел с успехом на январских праздниках. Все огонь. Романов Бессоплей. Террористический Петербург. По дворам походили. Дворы всех вообще просто в башню сносят. Вот тоже обращайтесь. Пишите. Ну, и... Не будем сейчас раскрывать карты. Будут еще у нас, конечно, с Егором Яковлевичем совместные всякие действия. Ты сказал, Яковлевичем? Егором Николаевичем. На самом деле он Яковлевич. Я давно хотел это сказать. Те, кто считает. Те, кто говорят. Люди давно подмечивают, что люди, которые разоблачают поддельность Виллисовой книги, они наверняка либо Яковлевичи, либо Абрамовичи, либо Хаймовичи, либо что-нибудь типа этого. Это тоже известный Петербург из этих. Вот. Поэтому, друзья мои, следите за анонсами. Ссылки там. Все находятся в описании под этим выпуском. Там же оставляй свои комментарии. Увидимся с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова